Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Наверное, лет 5 или 6 назад, уже сейчас сложно сказать точно, я заметила, что мой сын приходит домой не вовремя, не в трезвом состоянии. Конечно, с моей стороны была, конечно, какая-то реакция. Ругала, пыталась его приводить в чувства самостоятельно. Потом все это усложнялось. И когда я поняла, что дело совсем серьезно, это уже прозвучало в нашей семье, прозвучало слово «наркотики». Я, конечно, была в подавленном состоянии. Мне было страшно. Какое-то время я пыталась спрятаться от этой проблемы. Я думала, что я справлюсь сама, вот со своей семьей. Сама занималась психологией, ходила к психологу. Кстати, то, что мне помогло пережить вот те самые страшные моменты, которые были с сыном. Но когда дело дошло до скорой, что приезжала скорая, когда дело дошло до того, что он был в состоянии ужасном, в таком состоянии, что даже поднял на меня руку. И когда я видела, как он пытался в окно выпрыгнуть, я вот это все пыталась задержать его. Или когда он хватался за ножи, я вот опять же стояла на пути. И вот потом мне сказали, просто в моем кругу близкого моего человека, у сына такая ситуация. И она сразу сказала, поговори с сыном. Вот пусть он только позвонит тому человеку, ну, говорит, который находился, который прошел уже реабилитацию. Пусть, говорит, он только позвонит, поговорит. Ты, говорит, не вмешивайся. И действительно, я дала сыну телефон, он не сразу согласился. Через какое-то время я, ну, вернулась к этому. Сама прям набрала номер и, ну, говорю, ну, просто ты поговори, я уйду. Ты просто поговори с этим человеком. Он поговорил, заинтересовался. И через какое-то время он сказал, да, я согласен, да, я хочу ехать вот на реабилитацию. Сейчас, конечно, вот мой сын уже, это у него уже вторая реабилитация. То есть он первый раз пришел, через месяц он сорвался. И какое-то время я тоже была в каком-то состоянии ожидания. Я думала, что это, ну, что это какая-то ошибка, что этого не может быть. Но когда мы поняли, вот с мужем, с дочерью старше, мы когда поняли, что мы бессильны, то есть мы ничего сами сделать не сможем. Мы срочно стали звонить. И вот сын попал второй раз на реабилитацию. Уже находится, вот по второму как бы кругу, уже второй год. Он сейчас уже работает, ой, извините, не работает. Он сейчас там находится вот уже 13-14 месяц. И жизнь наша качественно изменилась. Я спокойна. Я каждую неделю разговариваю с сыном. Я слышу его нормальную, адекватную речь. Я слышу его, ну, я чувствую вот через голос, я чувствую его состояние. При встречах я вижу, как он изменился. И как вот спокойно стало, и у меня стало спокойно. И я чувствую, как это спокойствие и уверенность вот в дальнейшей нормальной такой жизни и передается ему. И вот сейчас мы как бы уже ждем, что он должен выписаться, как говорят. Но он изъявил желание еще остаться волонтерить. И мы, в общем-то, в этом плане хотим его поддержать. И мы уже дали согласие, что если он хочет, то мы его поддержим. Вот. Я понимаю, что сразу вот из этой системы, вот из этой программы сразу выйти вообще, ну, невозможно. И поэтому многие срываются. Когда вот они приходят домой, вроде бы прошли шаги там определенные, выполнили какую-то программу. Они как бы все понимают. Но все равно они должны вот работать постоянно над собой. Вот я так поняла, что бывших зависимых и созависимых не бывает. То есть постоянная работа не только моего сына над собой, но и вот меня как матери и вот всей нашей семьи. Постоянная работа вот в этом направлении. Поэтому я считаю, что реабилитация необходима. Это просто жизненно необходимо. И самое главное, я знаю, что вот сегодня и сейчас мой сын жив. Он на пути выздоровления. И поэтому я рядом с ним все это понимаю и осознаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова